Вместе можно сделать гораздо больше, уверены представители сразу трех организаций области. Профсоюзы, объединение ветеранов и союз молодежи консолидировали свои усилия и деятельность в рамках специального соглашения. Документ действовал в минувшем году. Работа будет иметь продолжение и в 2018. В конце декабря, 22 декабря, было проведено подведение итогов. По итогам прошлого года подписано новое соглашение между республиканскими органами. Сегодня в рамках этого соглашения будем обсуждать свои итоги прошлого года и говорить о задачах на будущий год. В первую очередь, совместная деятельность направлена на улучшение условий труда. Особенно это касается молодежи. В коллективных договорах многих субъектов хозяйствования есть отдельные разделы о работе с молодыми специалистами. Есть разделы, защищающие права ветеранов, определяющие формы и организацию их поддержки. Естественно, вместе всегда сил больше. И можно больше дойти до тех людей, которые работают в той или иной организации. У нас сейчас в течение недели прошли советы по области, ну, в принципе, по всей республике. Прошли советы районных городских объединений профсоюзов. На всех этих советах выступали председатели районных ветеранских организаций. И все они в один голос сказали, я присутствовал на четырех, в один голос сказали, что самое главное – это внимание. Пусть коллектив трудовой пригласил ветерана на какое-то мероприятие, открыточку к 23 февраля, открыточку ко дню отраслевого праздника, подарочек какой-то, встречу провели с руководством или где-то с цехом, встретились с коллегами своими. Вот это самое главное. Большое внимание уделяется и гражданско-патриотической работе, проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. Работа в рамках соглашения будет продолжена. По словам специалистов, за прошедший период было сделано немало, однако еще есть целый перечень вопросов, которые требуют к себе повышенного внимания.